МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Золотые наушники немецкой сборной. Компания Beats Electronics поздравила с победой в чемпионате мира по футболу. Компании Apple и IBM заключили стратегическое партнерство. Корпорация Microsoft уволит 18 тысяч сотрудников и многое другое. Ну а далее в программе расскажу об одной бесспорно интересной функции операционной системы iOS в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств», а следом игре «Hell Ray the Escape» и программке под названием «Documents». Но, пожалуй, в рубрике «Спешл» на этот раз расскажу, как навсегда избавиться от пресловутых флешек. Погнали! Ну что ж, а начинаем, как и всегда, с самого главного – с новостей. Минувшая неделя запомнилась достаточно большим количеством интересных событий, произошедших как с компанией Apple, так и в целом всем техномиром, так что, поверьте, есть о чем рассказать. Поздравили с победой! Компания Beats Electronics подарила сборной Германии фирменные наушники из 24-каратного золота. К чемпионату мира по футболу все подготовились по-разному. Так, например, американский производитель аудиотехники Beats Electronics решил не терять времени даром и, так сказать, совместить приятное с полезным. Специально к главному футбольному событию года компания выпустила специальную модель золотых наушников, представленную в рамках проекта Golden с участием супермодели Naomi Campbell. Словом, по паре уникальных 24-каратных наушников досталось каждому игроку сборной, и, как заявила сама Naomi Campbell, цитата, «это лучший способ отпраздновать победу Германии. Я рада, что стала частью подобного проекта». Конец цитаты. Словом, помимо фотосессии, в сети также появилось видео о том, как проходили съемки. В ролике модель рассказала о том, как она любит слушать музыку в наушниках, и заодно поздравила с победой немецкую сборную. Но, как бы то ни было, все это мелочи по сравнению с самой громкой новостью минувшей недели с заключением стратегического партнерства между Apple и IBM. Стало известно, что некогда главные враги по производству компьютерной техники корпорации Apple и IBM отныне будут совместно создавать мобильные приложения, предназначенные для корпоративных клиентов, а также заниматься выпуском iPhone и iPad. Об этом во вторник заявили журналистам непосредственно главы компании Тим Кук и Вирджиниер Метти. Как пояснил ситуацию глава Apple, цитата, «В 1984 году мы были соперниками, в 2014 году не думаю, что можно найти две столь же взаимнодополняющие компании. Это поистине знаковое соглашение». Конец цитаты. К слову, нацелено столь знаковое партнерство на кардинальное изменение бизнес-процессов и решение критических задач области мобильной корпоративной сферы для перехода в новую эру мобильного бизнеса. Вот так вот, едем дальше. Руководство сменилось, головы покатились. На минувшей неделе стало известно, что корпорация Microsoft закрывает центр разработки Nokia и увольняет почти 18 тысяч сотрудников. Согласно последнему сообщению Microsoft, в течение следующего года компания уволит 18 тысяч сотрудников, что станет самым массовым сокращением за всю ее историю. Словом виной всему новая стратегия нынешнего CEO компании Satya Nadella. К слову, вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию президент Microsoft в России Павел Бетсис. «Майкрософт сегодня объявила об организационных изменениях и сокращениях персонала. Эти изменения касаются всех стран, где работает Microsoft, в том числе и России. И хотя сокращение – это всегда вещь бесполезная, однако в России они затронут ограниченное количество сотрудников, составляющих небольшую долю от их общего числа». Конец цитаты. По некоторым данным, Microsoft также закроет бывший центр разработки ПО для мобильных телефонов Nokia в финском городе Оулу и в целом сократит каждого пятого сотрудника бизнеса Nokia Devices and Services в Финляндии. В общем, посмотрим, к чему все это приведет. Ну что ж, о новостях на этом все, так что едем дальше. Как вы помните, совсем недавно в одном из предыдущих выпусков программы Hi-Tech News я рассказал об одной классной функции операционной системы iOS, которая уже позволила многим пользователям яблочных устройств не только значительно поднять планку качества телефонных разговоров, но и в том числе вполне неплохо уменьшить расходы на мобильную связь. Так что сегодня, активно продолжая тему безжалостного сокращения мобильных расходов, поведаю еще об одной любопытной технологии, которая на этот раз позволит почти раз и навсегда распрощаться с обычными SMS-сообщениями всем пользователям iOS-девайсов. Служба, получившая название iMessage, уже успела обрести без малого огромнейшую популярность в большинстве заграничных стран. И, надо сказать, с пополнением рядов пользователей iOS-устройств определенный успех с низкалой в России. Так что же такое этот iMessage и с чем его едят? Готов поспорить, многие из вас уже не раз сталкивались с этим понятием, ну хотя бы при активации устройства, но оценить его по достоинству пока, увы, так и не смогли. Что ж, пришло время наверстывать упущенное. Итак, iMessage представляет собой особый сервис, позволяющий владельцам iPhone, iPad или iPod Touch, подключенным к мобильным или Wi-Fi сетям, обмениваться бесплатными сообщениями без каких-либо ограничений. Отправить картинку или полноценное Full HD видео здесь вовсе не проблема. Все сообщения улетают и приходят бесспорно очень быстро, однако не стоит забывать и о том, что для комфортного обмена файлами больших объемов стоит позаботиться о наличии быстрого Wi-Fi или того же 4G-соединения. Ну а как иначе? Словом, все, что потребуется сделать для активации сервиса, это открыть настройки и коснуться пункта сообщения, после чего активировать iMessage и ввести свой Apple ID. Далее, выбрав пункт «Отправлять и получать», вы также сможете настроить, какие адреса электронной почты и номера телефонов будут использоваться для получения или отправки сообщений. Напомню, что работает сервис только между устройствами Apple, а вся его переписка помечается синий-голубым цветом. Не знаю, как вы, а вот лично я, говоря об индустрии мобильных игр, свое личное предпочтение всегда отдаю в первую очередь проектам, выполненным в жанре приключенческого экшена. Безусловно, стоит сказать, что подобные игры являются довольно редкими зверьками на наших портативных гаджетах, но, как бы то ни было, их томительное ожидание в большинстве случаев искупается действительно высоким качеством и уровнем проделанной работы. Ну, а как вы уже скорее всего догадались, сегодня расскажу не о чем ином, как о свежевышедшем экшен-адвенче под названием Hell Ray The Escape. Давайте рассмотрим этот проект во всех деталях и решим, насколько удачным оказался симбиоз идеи небезызвестной The Room и пугающей атмосферы настоящей амнезии. Пожалуй, если быть до конца честным, то все-таки стоит признать, что действительно пугающую атмосферу данного проекта, увы, можно назвать с большой натяжкой, хотя, казалось бы, все необходимое для этого в принципе есть. Взять хотя бы наличие полноценного сюжета, повествующего игроку историю таинственного попадания главного героя прямиком в ад. Многочисленные ловушки, нередко встречающиеся враги катакомпы, полное отсутствие какого-либо оружия. Вот то, с чем придется столкнуться игроку в Hell Ray The Escape. Но как бы многообещающей на первый взгляд не звучала история, ахиллесовой пятой проекта лично мне показался именно геймплей. Пожалуй, главный его минус заключается в том, что вся игровая динамика, вполне неплохо разогретая на первых порах, уже через несколько минут сходит практически на небо, оставляя в сухом остатке лишь однообразные уровни и в целом примитивные головоломки. Да, искать ключ к решению порой приходится довольно долго, однако я вовсе не пытаюсь противоречить своим же собственным словам, ибо долго вовсе не значит тяжело и тем более увлекательно. Словом, да, игра является не только экшеном, так что фанаты The Room, коим я, к сожалению, или, может, к счастью, не являюсь, должны оценить. Однако, что действительно удалось разработчикам в студии Star of Break, так это окружить игрока мистической, в буквальном смысле, окутывающей с ног до головы атмосферой мрачных и таинственных подземелий, всюду увешанных скелетами погибших и криками мертвых, так часто раздающихся под сводами мрачных катакомб. Словом, примечательным фактом данной игры является отсутствие понятия смерти. Нет, конечно, что-то подобное испытать вы сможете, угодив в ловушку или попавшись на глаза одному из врагов, но понаблюдав за собственным факапом, просто в очередной раз откинете крышку гроба и попытайтесь действовать более осторожно. Как пояснили сами разработчики, герой обречен на вечные муки в здешних подземельях, потому-то и не получится умелеть по-человечески. Подводя итог, повторюсь и скажу, что я люблю приключенческие экшены, но когда большую часть игрового геймплея приходится тратить на поиск и решение головоломок, это не очень здорово, ибо речь начинает идти уже о несколько другом жанре, что далеко не всем придется по душе. И тем не менее, игра обладает весьма красивой графикой, которая вкупе с неплохой сюжетной линией кому-то да придется по душе. В общем, мнение мое на этот раз весьма субъективно, но потраченных 99 рублей игра определенно стоит. Думаю, у многих из вас частенько возникает желание посмотреть кино, послушать музыку, почитать журналы или книги прямо со своего iOS-девайса, будь то iPhone, iPad или iPod Touch. Однако подключать устройство к компьютеру и синхронизировать через iTunes хочется далеко не всегда ровно, так же, как и скачивать для этого тонну бестолковых приложений. Поэтому, согласитесь, как было бы здорово, если бы весь подобный функционал был сразу заложен в одной простой, удобной и в то же время красивой программе. И как ни странно, всем этим требованиям отвечает бесплатный файловый менеджер от компании Riddle под названием Documents. Приложение отлично справляется с фотографиями, видео, музыкой, текстовыми документами и таблицами, а также презентациями, PDF-файлами и электронными книгами. Имеются даже возможности редактирования текстовых документов, хотя и весьма простые. В приложении предусмотрена возможность синхронизации данных между несколькими iOS-устройствами посредством iCloud и взаимодействия с различными сервисами хранения данных, будь то Dropbox, Office 365, Google Drive и многими другими. Разработчики также добавили в программу встроенный браузер, благодаря которому вы ровно так же, как и на компьютере, сможете скачивать книги, музыку, фильмы и другие файлы с тех сайтов, которые обычно для этого используете. Современный мир высоких технологий развивается поистине стремительными темпами, и то, что всего пару лет назад казалось нам вполне привычным и удобным, сегодня, увы, едва ли остается таковым. К слову, не обошла стороной учесть беспрецедентного устаревания и одной из самых популярных сегодня средств хранения информации, в лице всем нам, безусловно, хорошо знакомой флешки. Пожалуй, файлы на ней вот уже не первый год хранит практически каждый из нас, и, в общем, как ни крути, но, по-моему, пришло наконец время переходить на нечто более совершенное. Так что же все-таки избавить нас от необходимости регулярной покупки новых USB-накопителей или постоянного переживания за их потерю? Безусловно, облачные сервисы. Что это такое и с чем это едят, расскажу прямо сейчас. По своей сути, современные облачные сервисы представляют собой виртуальное хранилище данных, предоставляя пользователю возможность хранить любые файлы в так называемом виртуальном облаке и всегда иметь к ним доступ с любого устройства, будь то смартфон, планшет и, конечно же, компьютер. Одними из самых популярных облачных сервисов сегодня являются Dropbox, Яндекс.Диск и Google Drive. Словом, каждый из них имеет свои плюсы и уникальные особенности. Так, например, Dropbox является своего рода прародителем всех облачных сервисов и, соответственно, имеет самое широкое распространение. Зато отечественный Яндекс.Диск отличается наиболее высокой скоростью работы. К слову, каждый облачный сервис изначально предоставляет пользователю ограниченное пространство для хранения файлов. Так, например, входной порог Яндекс.Диска составляет 10 гигабайт. В свою очередь, Dropbox предоставляет всего 2 гигабайта, а вот Google Drive у нас самый щедрый – аж 15 гигабайт. Однако, свободное пространство можно без проблем увеличить вплоть до терабайта, правда, за фиксированную месячную плату. Говоря о дополнительных возможностях облачных сервисов, также стоит упомянуть и о том, что некоторые из них поддерживают автоматическую загрузку фотографий из галереи вашего смартфона или планшета, например, Яндекс.Диск или Дропбокс, что на практике весьма удобно, особенно когда работают ваши устройства на разных операционных системах. Начать пользоваться подобными сервисами также очень просто. Достаточно завести аккаунт путем привычной регистрации, и, по сути всего, флешки вам больше не нужны. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий – High Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании «Город». Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за данный проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока!